Здравствуйте, дорогие ребята! Мы продолжаем изучение предмета естествознания. Тема нашего урока сегодня – органы чувств человека. Сегодня на уроке мы узнаем, как мы видим, определим, как мы слышим, поймем, как мы ощущаем запахи, рассмотрим, как язык человека способен различать вкусы, а также узнаем много интересного о коже человека. Окружающий мир полон звуков, которые мы воспринимаем благодаря органам слуха – ушам. Кроме того, уши помогают человеческому телу находиться в равновесии. Как вы думаете, сколько у человека ушей? Два? Но это не так. То, что мы видим и обычно называем ухом – это только одна из его частей. На самом деле, каждое ухо состоит из трех частей – наружное ухо, среднее ухо и внутреннее ухо. Все части работают согласованно. Благодаря своей конусообразной форме ушная раковина улавливает звуки, собирает колебания и направляет их внутрь в слуховой проход, который заканчивается барабанной перепонкой. Это кусочек тонкой кожи, туго натянутый, как на барабане. Известно, что звук может вызывать колебания. Например, во время движения поезда все оконные стекла дрожат, вибрируют. Когда ушная раковина улавливает какой-то звук и по наружному слуховому проходу передает его в ухо, барабанная перепонка под действием этого звука начинает вибрировать, передавая звук в среднее ухо, которое находится в глубине черепа. А там через самые маленькие косточки в теле человека, это молоточек, наковальня и стремечка, передает звук во внутреннее ухо, улитку. Улитка заполнена жидкостью, а ее внутренняя поверхность покрыта клетками с крошечными волосками. Под действием волн жидкости волоски начинают колебаться, создавая сигналы, которые отправляются в мозг по слуховым нервам. В слуховом канале вырабатывается ушная сера. Это желтоватое, немного липкое вещество, горьковатое на вкус. Ушная сера убивает микробов, попадающих в ухо вместе с пылью. Так что ушная сера полезна. Берегите наши уши. Уши нуждаются в бережном отношении, потому что все части уха чрезвычайно хрупкие, а слух – это богатство человека. Чтобы сберечь слух, необходимо не слушать громкую музыку, особенно в наушниках, не кричать самим и избегать мест, где громкие и резкие звуки. Также нужно мыть уши каждый день. Ребята, запомните, что нельзя очистить уши ватными палочками. Нельзя засовывать в ухо посторонние предметы, чтобы не повредить барабанную перепонку. Защищать уши от ветра. Также нужно сморкаться аккуратно и не сильно, и только с приоткрытым ртом. Один древний ученый заметил, что глаза – более надежный свидетель, чем уши. Это утверждение правдиво, ведь более 90% информации об окружающем мире человек получает при помощи глаз. В древности люди глазам придавали мистическое значение. Считалось, что глаза могут жить собственной жизнью и влияют на судьбы людей. Древние греки наносили изображение глаз на свои корабли как обереги. Глаз человека имеет круглую форму и называется глазным яблоком. Глаза расположены в специальных углублениях в черепе, в глазницах. Движением глаза управляют специальные мышцы, расположенные по бокам, сверху и снизу от глазного яблока. Эти мышцы прикреплены к склере – твердой оболочке белого цвета, которая защищает те части глаза, которые находятся внутри глазного яблока. Внешняя сторона глаза защищена верхним и нижним веками. Веки человека – это складки кожи, которые поднимаются и опускаются специальными мышцами. Постоянно закрываясь и открываясь, веки помогают глазу оставаться чистым и увлажненным. Если в темной комнате резко включить яркий свет, человек обязательно зажмурится, сомкнутся его веки, защищая глаза от слепящего света и давая им возможность постепенно привыкнуть к смене освещения. Если поднести близко к лицу какой-либо предмет, веки автоматически закроются, защищая глаза от возможной опасности. Брови тоже охраняют глаза, они препятствуют попаданию пота со лба в глаза. Ресницы защищают глаза от пыли, дождя, снега и других помех. На обоих глазах человека примерно 80 ресниц, каждая из которых сменяется каждые 100 дней. Таким образом, за жизнь человека сменяется 80 тысяч-90 тысяч ресниц. У людей, живущих в зоне степей, пустынь и полупустынь, узкий разрез глаз. Так природа помогла приспособиться человеку к пыльным ветрам и песчаным бурям. Спереди глаз покрыт прозрачной тонкой оболочкой роговицей, которая состоит из клеток, легко пропускающих свет. Мы видим сквозь роговицу, как сквозь прозрачное стекло. Роговица нуждается в постоянном увлажнении, иначе она тускнеет. Вверху наружного угла глаза есть слезная железа. В ней хранится жидкость, слезы. При моргании железа открывается, выделяется жидкость, которая смачивает глаз и защищает его от высыхания. Мы моргаем каждые 6 секунд, то есть в течение жизни мы опускаем и поднимаем около 250 миллионов раз. Слезы солоноватые на вкус и прозрачные. Поэтому говорят, чистый, как слеза. Роговица покрывает цветную часть глаза, радужную оболочку. Радужка уникальна. На земле нет даже двух людей с одинаковыми радужными оболочками глаз. Чтобы сберечь радужку, необходимо в яркую солнечную погоду носить солнцезащитные очки. Сзади к радужной оболочке прикреплены мышцы, которые позволяют ей менять форму в зависимости от освещения. Чем меньше света, тем уже кольцо радужки. Таким образом, радужка контролирует, сколько света проникает через зрачок, черный кружок, который находится в центре радужной оболочки. Именно через него внутрь глаза проходит свет. Если свет яркий, зрачок сужается, а если свет слабый, тусклый, расширяется. От этого зрачок выглядит то совсем маленьким, то большим, в зависимости от сильного или слабого освещения. За зрачком находится хрусталик. Хрусталик – это прозрачное тельце, похожее на линзу. Существуют мышцы, которые меняют форму хрусталика в какой-то момент. Эти мышцы делают форму хрусталика более выпуклой, когда человек смотрит на предметы, находящийся вблизи. Остальная часть глаза заполнена стекловидным телом. Глазное дно покрыто очень сложной сетчаткой. В сетчатке находятся нервные рецепторы, такие как палочки и колбочки. Свет, проникая через роговицу, испытывает наибольшее преломление. Изображение предмета попадает на сетчатку в перевернутом виде. Влияние света на нервные окончания зрения, а это палочки и колбочки, пробуждает в нас зрение. Если предмет находится очень далеко, то при попадании изображения на сетчатку глаза хрусталик не напрягается. А при приближении предмета хрусталик сжимается настолько, что изображение обратно попадает на сетчатку. В глазах у некоторых людей изображение попадает не на сетчатку, а перед ней. Такие люди не могут четко видеть предметы, расположенные далеко. Такой недостаток называется близорукостью. Это можно исправить с помощью очков с вогнутыми линзами. Недостаток зрения, при котором изображение предметов, находящихся вдали, попадает за сетчатку, называют дальнозоркостью. Причем человек плохо видит предметы вблизи него. Такой недостаток можно исправить с помощью очков с выпуклыми линзами. Зрение – это огромное богатство человека. Слепым очень трудно, а дефекты зрения трудно исправить. Поэтому необходимо беречь глаза и заботиться о зрении. Берегите зрение. Следуйте таким правилам. Следует промывать глаза утром и вечером. Не трите глаза грязными руками, чтобы не занести микробы и ссор. Если в глаз попала соринка, обратитесь за помощью к взрослым. Промойте глаза водой. Остерегайтесь попадания в глаза острых предметов. Не читайте лежа в транспорте при плохом освещении. Старайтесь держать книгу на расстоянии 30-35 см. Чтобы определить это расстояние, поставьте локоть на стол и кончиками пальцев дотянитесь до виска. На таком расстоянии от глаз стоит держать книгу или тетрадь. Помните, что при чтении и письме свет должен попадать слева, если вы пишете правой рукой. Смотрите телевизор не более час-полтора в день. Сидите не ближе 3 метров от телевизора, а также подальше от монитора и компьютера. Работайте на компьютере не более 15 минут подряд. Ежедневно делайте гимнастику для глаз. Употребляйте в пищу продукты, богатые витаминами, которые необходимы для правильной работы глаз. Морковь, лук, сладкий перец, помидоры, петрушку. Язык – это важный мышечный орган, который расположен в ротовой полости. Во время еды язык подталкивает пищу к зубам, тем самым облегчая пережевывание, а уже пережеванную пищу направляет к пищеводу во время глотания. Язык участвует в процессе речи. Меняя форму и положение, он помогает образовываться различным звукам. Если перед человеком поставить два одинаковых стакана с водой, со сладкой, а второй с соленой, то он сможет определить, где какая вода, только попробовав ее на вкус. Язык – это орган вкуса. Вкусовое чувство необходимо человеку, чтобы определять съедобное и несъедобное. Например, положив в рот испорченный продукт, человек почувствует с помощью языка неприятный вкус и не станет употреблять это в пищу. Таким образом, язык – это сторож организма. Разные участки языка ощущают вкус по-разному. Каждая зона воспринимает одно из четырех основных вкусовых ощущений – кислое, горькое, сладкое, соленое. Наиболее чувствителен к сладкому кончик языка, к горькому корень, к кислому края языка, к соленому кончик и края языка. Зоны, чувствительные к каждому из этих раздражителей, перекрывают друг друга, и любое вкусовое ощущение может быть вызвано с различных областей языка. Если вытереть язык сухой чистой салфеткой, а затем провести по нему кусочком сахара, человек не почувствует вкус, потому что человек может различать вкус только жидких или растворенных в слюне веществ. Во время простудных заболеваний уровень чувствительности вкусовых рецепторов может снижаться, поэтому стоит чаще бывать на свежем воздухе, заниматься физкультурой, выполнять дыхательную гимнастику. Мы, конечно же, видели одежду, которая не промокает даже в самый сильный дождь. Есть одежда, например, из льна и хлопка, которая пропускает воздух к организму человека в жаркие летние дни. Изобретены прекрасные ткани, которые не выцветают и не мнутся. Но каждый человек является счастливым обладателем необыкновенной одежды, которая не пропускает воду в организм, как лучший непромокаемый плащ, не впитывает влагу, бережет тебя от холода и жары, а также помогает дышать, пропуская воздух. Это кожа, орган чувств человека, орган осязания. И на вопрос, какой орган тела является самым большим, мы, конечно же, ответим – это кожа. Кожа представляет собой орган осязания. С помощью нее можно определить, какой предмет – теплый или холодный, твердый или мягкий, гладкий или шершавый, а также узнать его примерные размеры. Кожа – очень важный орган. Она надежно предохраняет наши органы от повреждений. Первый – принимает на себя удары, царапины или ожоги. Кожа защищает наш организм от вредных веществ и опасных бактерий. Она помогает нам дышать, поддерживать постоянную температуру тела и предохраняет нас от перегрева или переохлаждения. Мы знаем, что организм человека состоит из огромного числа клеток. Клетки очень малы. Ученым удалось их увидеть после изобретения микроскопа. Кожа состоит из трех слоев, каждый из которых выполняет свои очень важные функции. Поверхностный слой называется эпидермисом. Это та кожа, которую мы видим. Если мы посмотрим на свою ладонь, то ничего особенного не почувствуем. Однако в этот момент в нижнем слое эпидермиса формируются новые клетки кожи. Созревая, они начинают двигаться к наружному слою. Одновременно с этим движением старые клетки кожи поднимаются на поверхность и погибают. Таким образом, та кожа, которую мы видим, это состарившиеся клетки эпидермиса. Они очень жесткие и прочные, что дает им возможность защищать наше тело. Но выполняют они эту работу недолго. Очень скоро они отшелушатся и отпадут. Это не значит, что наша кожа когда-нибудь может износиться. Эпидермис постоянно создает новые клетки кожи. В этом процессе из 100 клеток эпидермиса участвуют 5. Оставшиеся клетки образуют вещество, которое называется меланин. Меланин придает цвет кожи. У одних она светлая, у других смуглая. Больше меланинов кожи смуглого человека. Когда мы загораем на солнце, наша кожа темнеет. Это защитная реакция организма. Темный цвет кожи защищает наш организм, от ультрафиолетовых лучей и от солнечных ожогов. Именно поэтому люди с более темной кожей лучше защищены от воздействия солнечных лучей. Следующий слой кожи называется дерма. Он содержит нервные окончания, кровеносные сосуды, потовые и сальные железы. Нервные окончания сообщают нам информацию о предмете, с которым соприкасается твоя кожа. Так, на участке кожи размером с небольшую монетку расположено около 35 нервных окончаний, различающих холод или тепло, прикосновение или давление, а также боль. А еще на этом участке кожи расположены около 1 метра крошечных кровеносных сосудов и множества потовых и сальных желез. Крошечные кровеносные сосуды поддерживают здоровье клеток кожи, принося кислород и питательные вещества, в которых они нуждаются, а уносят углекислый газ и ненужные остатки питательных веществ. Сальные железы вырабатывают кожное сало, а потовые железы постоянно выделяют пот через поры кожи. Это крошечные отверстия, которые смешиваются с кожным салом и образуют немного липкую защитную пленку. Это делает нашу кожу водонепроницаемой. Она не пропускает влагу и не набухает. А еще защитная пленка закрывает отверстия пор и предохраняет человека от попадания в организм вредных микробов, которых на грязной коже очень и очень много. Так, на одном квадратном сантиметре участка кожи их насчитывается более 40 тысяч. Кожа ежесекундно сообщает, жарко организму или холодно, а также принимает меры, стараясь сохранить температуру тела постоянной. Когда жарко, сотни тысяч крохотных потовых желез начинают выделять капельки пота, которые выходят через поры кожи. Кожные железы вместе с влагой выносят из организма избытки солей. Третий, самый глубокий слой кожи называется подкожным слоем. Он состоит в основном из жира, который помогает нашему организму сохранить тепло и смягчает удары, когда мы падаем или ударяемся. Наш организм очень умный, он знает, как поддержать свою температуру тела около 37 градусов. При такой температуре человек чувствует себя здоровым. Можно под лупой рассмотреть тыльную сторону нашей кисти. Мы увидим рельеф кожи, которая как бы разделена бороздками на треугольные и ромбовидные дольки. В их углах можно увидеть небольшие отверстия, поры, через которые выходят волоски. Продукты сальных желез выделяются через эти отверстия и поднимаются по стержню волос. Под лупой также можно увидеть, что кожа блестит, а на кончиках пальцев кожа имеет особый рисунок. Этот рисунок у каждого человека свой, и он никогда не повторяется. Самое удивительное то, что кожа постоянно обновляется, старый слой осыпается, а под ним уже готов новый. Нос способен различать запахи окружающего мира. Нос – это орган обоняния. Первый запах, с которым встречается человек, это запах материнского молока. Обоняние прежде всего нужно для того, чтобы тестировать на пригодность пищу и воздух. Если пища испортилась, вы без труда почувствуете это и не станете употреблять. Молекулы пахучих веществ вместе с потоком вдыхаемого воздуха попадают в полость носа. Здесь, в верхней части, находится специальная обонятельная поверхность. Она небольшого размера, ее площадь составляет не более трех квадратных сантиметров. Это приблизительно размер небольшой почтовой марки. На этой маленькой поверхности вмещается более 200 миллионов специальных клеток. Каждая такая клетка покрыта слизью и имеет специальный вырост. Именно в слизи растворяются молекулы пахучих веществ. По специальным нервам сигнал поступает в мозг, и мы с вами различаем запахи. Таким образом, нос – это уникальный механизм, способный различать запахи. Сегодня на уроке мы узнали о строении органа зрения, о глазе. Поговорили о том, как передается звук через слуховой аппарат человека. Определили, как язык человека различает разные вкусы. Узнали много нового об органе обоняния носа, как мы чувствуем запахи. Рассмотрели строение кожи человека и убедились в ее уникальности. Обратите внимание на информационные ресурсы, которые были использованы для подготовки к уроку. Надеюсь, вам все было понятно и интересно. До свидания!